Руки, руки поднимай! Руки выше! Четкое исследование по ставленному плану привело Эльдара Эльдарова к победе. В титульном бою против бразильца Леонардо Мафры чемпион Брейв работал вторым номером. Резко сокращал дистанцию и наносил точные удары. К концу первого раунда у соперника рассечена бровь, он не в состоянии продолжить встречу. Этот успех дагестанец, выступающий за бахренский клуб KHK, посвятил своему тренеру Абдулманапу Нурмагомедову. Когда я в бои смотрел, я настраивался, что он будет физически крепкий. И когда я зашел с ним в захват, я почувствовал его мощь. Поэтому мне вот мой главой эсет сказал, не торопись, поработай с одной ноги. Потому что в обе ноги я почувствовал, что он будет хорошо защищаться и грузить. Я прошел в одну ногу и получилось вроде бы, да. Там уже оттуда и пошел мой вот этот маховый. Удар, который... Который попал, да, вот, 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 где-то, как обычно, где-то палец у меня попадает. В этот вечер вал-арена в Красной Поляне была заполнена почти под завязку. Зрители увидели 11 поединков. Захватывающие бои шли с самой ранней стадии. С каждым новым боем на трибунах все громче и громче. Помимо Эльдарова в октагон вышли еще шестеро дагестанцев. Пятеро из них смогли порадовать армию болельщиков, прибывших из разных уголков республики. Соглавным событием вечера стал поединок с участием экс-претендента на титул чемпиона UFC Али Багаутинова. В последний раз в ММА 35-летний боец дрался больше года назад. Бой с соотечественником Олегом Личковаха полностью прошел под его диктовку. Для меня важна была эта победа. Хотелось возобновить карьеру. Зависело от того, как я проведу этот бой. Но как хотел, так и провел. Установка тренеров Саадулаева Юсупа и Дмитрия Сапона была полностью реализована. Поэтому я доволен. Совместный турнир «Брейв» и «Крепость» прошел на ура. Россия стала 21-й страной по счету, куда ведущая Ближневосточная лига приехала за последние 4 года. Теперь организаторы планируют проводить в стране по два турнира в год. Курбан Рагимов, Магомед Гусейнов, телеканал НМТ, Сочи.